12 театров из разных регионов страны приедут в Барнаул на фестиваль Зазеркалье. Организаторы говорят, география впечатляет. Новокузнецк, Новосибирск, Чита, Нижний Тагил, Брянск, Мурманск и другие. Везут самые разные постановки и для самых маленьких зрителей, и для взрослых. Назовем лишь пару примеров. Забайкальский театр «Кукол. Тридевятое царство» привезет нам спектакль «Море волнуется». Это спектакль про девочку Молли, которая живет на берегу моря, и с ней случаются разные интересные истории. Новосибирский театр «Кукол» привезет спектакль про ежика и медвежонка. Это спектакль по сказкам Сергея Козлова. Тоже очень интересная в художественном плане. Там такая строительная площадка, что там как ежик в виде какого-то стамеска. Неинтересных постановок не будет, уверены организаторы. Впрочем, разнообразной планируется и образовательная программа. Ждут шикарных экспертов. Из театра Образцова приедет Ольга Шестерякова, бывший сотрудник нашего театра «Кукол». «Она вообще актриса, которая работает в большом количестве, в моноспектаклях именно. Нам бы хотелось это как бы поисследовать, что для этого нужно, что важно актеру, когда он работает в моноспектакле. Ну, при том она всегда говорит, я беру свой чемоданчик, беру свой маленький чемоданчик, где маленькие куклы, еду и как бы радую детей. И это тоже очень важно, чтобы у театра была такая форма». Обучение пройдет и труппа нашей сказки. Хореограф Александр Козин проведет мастер-классы по пластике. В образовательный процесс вольются и руководители театров. Для них тоже пригласили эксперта, бизнес-тренера Александра Шошина. Немного о гостях вне фестивально-конкурсной программы. Благодаря гранту губернаторов Барнаул удалось пригласить Московский театр имени Образцова. «Так получается удачно, что этот театр сразу, можно сказать, работает на две темы. С одной стороны, это участие в нашем фестивале, а с другой стороны, мы находимся с вами в течение года 95-летия Шукшина. Театр Кукол Образцова привезет работу именно по Шукшину. Жена мужа в Париж провожала. Очень интересно посмотреть, как в кукольном прочтении будет выглядеть». Кстати, билеты на постановки театра имени Образцова появятся в продаже уже 1 июня. Они обойдутся дороже всего, в 1500 рублей. С 15 июня будут доступны билеты и на другие спектакли. Цена на них от 600 до 800 рублей. Хочется сказать и о новшествах фестиваля. Обновили и сувенирку, и главный приз, и логотип. «Появилась вот такая девочка. Девочка у нас всегда была, но мы ее вывели на первый план. Она называется «Фантазия». Это, конечно, более широкое понятие, более какое-то духовное, куда мы все стремимся, в какой-то мир воображения. В фестивально-конкурсном показе примет участие и наш театр кукол «Сказка» со спектаклем «Папа ищет работу». Напомню, что «Сказка» уже брала гран-при на первом фестивале с постановкой «Недоросель». Добавлю, что с приобретением билетов стоит поторопиться, ведь к сентябрю их может уже не быть в продаже. Но и отмечу, что фестивальные постановки, кроме «Сказки», пройдут также на сцене Молодежного театра Алтая. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с Током.